Тема 20. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX века. Параграф 1. Основные задачи. С начала XIX века в правительстве России существовали две основные внешнеполитические группировки. Одни видели главную задачу российской внешней политики в необходимости поддержания баланса сил в Европе, дальнейшую интеграцию в европейскую политику. К этой группировке принадлежало большинство министров иностранных дел от Нессельрода до Горчакова. Как правило, их поддерживали министры финансов. Центром другой группировки был Азиатский департамент, а входили в нее сторонники наступательной политики в Азии Муравьев, Амурский, Игнатьев, Черняев, Кауфман, Пржевальский. В противоборстве этих группировок и складывалось внешнеполитическое развитие России во второй половине XIX века. Император поддерживал то одну, то другую группировку в зависимости от ситуации. Одно из основных направлений внешней политики России во второй половине XIX века составляет борьба за отмену Парижского мирного договора 1856 года. Угроза продвижения Великобритании со стороны ее индийских владений заставляла правительство России активизировать свои действия в Средней Азии. В данном регионе действовал принцип «Если не Россия, то Англия». Подобный принцип действовал и на Дальнем Востоке. Ослабленный в ходе опиумных войн середины XIX века Китай становился притягательным для европейских держав. На его территории множились военные базы, порты, принадлежащие Англии, Германии, США. Роль России в этом регионе была близка к нулю. Урегулирование территориальных разногласий России с Китаем считалось важным для обеих сторон, поскольку на Преамурье претендовали и другие государства. Поэтому закрепление на Дальнем Востоке считалось одной из важнейших задач российской геополитики. В этой связи должна была решаться проблема пограничных разногласий с Японией, поскольку остров Сахалин и Курильские острова находились в юридически неопределенном состоянии. Александр II определял задачи своего царствования следующим образом. Все государственные заботы должны быть подчинены одной всепоглощающей над всем доминирующей цели восстановить престиж и величие дорогой нашей России после поражения в Крымской войне. Параграф 2. Восточная политика России. Российская империя, расширяя свое присутствие в Центральной Азии, исходила из необходимости решения следующих проблем. Первая связывалась с продвижением Англии со стороны своих индийских колоний на север. Чтобы остановить его, нужны были прочные и четкие границы. Горные хребты Капитдага, Гендукуша, Памир и Тяньшаня как нельзя лучше выполняли роль естественных границ. Второй была причина экономическая. Торговлю со среднеазиатскими ханствами Россия вела давно, но ее дальнейшему развитию, столь необходимому для российской промышленности, мешали беспрерывные войны и междоусобные распори, во время которых истреблялись не только местные населения, но и попавшие под руку торговцы. Нередки были грабежи русских приграничных территорий, заканчивавшиеся уводом целых партий не только скота, но и русских людей. После ряда научных и разведывательных экспедиций в районы Центральной Азии под общим руководством Игнатьева становится очевидным заинтересованность в них Великобритании. Британская империя, оправдывая продвижение английских войск на север, утверждала, что напротив России присоединяла одну область за другой на пути к Индии с целью ее захвата, поэтому необходимо оборонять свои владения путем создания подчиненной Англии буферной зоны из Персии, Афганистана, части Китая, Бирмы. Начиная с 1864 года, Россия укрепляется в Среднеазиатском регионе. Ей подчиняются Коканское, Хивинское ханство, Бухарский эмират и туркменские племена. Серьезность намерений русского правительства граничила с возможным военным противостоянием с Англией. В результате, в 1885 году, обе стороны договорились о границах. В качестве нейтральной территории между Россией и Англией был определен Афганистан. Присоединение к России и Средней Азии благоприятно сказалось на зарождении и развитии там промышленности. Была построена железная дорога Красноводск-Самарканд. Это послужило импульсом для развития хлопководства, каракулеводства и шелководства. Для обслуживания предприятий требовались специалисты, и поэтому приток колонистов ежегодно составлял до 50 тысяч человек, а местное население с 1867 по 1882 год возросло с 1 миллиона до 3 миллионов человек. Поднимался уровень образования, открывались школы, часто совместные. И так Россия добилась весомого успеха в Центральной Азии, отстояв право решать там свои дела и проводить границы. Южные рубежи империи стали стабильными и безопасными до 20-х годов 20-го столетия. Не менее важен был для России дальневосточный регион. Окончательное закрепление в нем означало бы крупный стратегический успех России, тем более что во второй половине столетия к Дальнему Востоку интерес стали проявлять англичане и американцы. Встал вопрос об обозначении границ с Китаем в результате подписания трех договоров Айгунского, Тяньцзинского и Пекинского в 1858-1860 годах к России отошли Приморья и Преамурья, тем самым разрешилась проблема границ и спорных территорий. На юге края, в заливе Петра Великого, был основан город Владивосток, севернее Хабаровск. Колонизация русскими Приморья повлекла развитие экономики, увеличение населения, приток капиталовложений, связанных в последующие три десятилетия с экономическим сотрудничеством России и Китая, особенно с северо-восточной его частью Манчжурии. В 1891 году решается вопрос о строительстве Сибирской железной дороги от Челябинска до Владивостока, часть которой прошла через территорию Китая и стала называться Китайско-восточной железной дорогой, КВЖД. Подобное сотрудничество выводило Российскую империю на уровень Тихоокеанской державы. Данные обстоятельства не могло не беспокоить ни Англию с ее мировыми имперскими замыслами, ни Соединенные Штаты, также стремившихся к господству в Тихоокеанском регионе, ни тем более Японию. Завязывался новый узел противоречий. В отношениях с набирающей экономический потенциал Японии Петербург предпочитал не втягиваться в новый возможный военный конфликт, а постараться решить приграничные споры мирным способом. В период с 1855 по 1875 год территориальные споры с Японией были в целом урегулированы. Японии были переданы никогда не принадлежавшие ей Курильские острова в обмен за отказ от притязаний на также никогда не принадлежавшую ей южную часть Сахалина. Тем не менее, к абсолютному миру с Японией этот договор не привел. Неуверенность позиций России на Дальнем Востоке привела к еще одному вынужденному и закономерному шагу продажи в 1867 году Соединенным Штатом Аляски за 7,2 млн долларов. Параграф 3. Отмена нейтрализации Черного моря. Вместе с приходом в 1856 году на пост министра иностранных дел Александра Горчакова во внешней политике России возобладало европейское направление. В своей программе, изложенной в двух циркулярах и направленных в российские посольства и миссии при европейских государствах, он делал основной упор на внимание к внутренним российским проблемам, ибо Россия в то время была в условиях политической изоляции, а также слаба экономически. На временность такой политики намекала следующая фраза циркуляра «Говорят, Россия сердится». «Нет, Россия не сердится, а сосредоточивается». На то, чтобы добиться отмены унизительных статей Парижского договора о нейтрализации Черного моря, ушло 14 лет кропотливейшей дипломатической работы, в результате которой в Европе была во многом сконструирована выгодная для России ситуация. Горчакова оставалось только воспользоваться моментом и уведомить европейские державы, что Россия более не считает себя связанной обязательством не держать военный флот и не строить военные базы на Черном море. Это был несомненный успех русской дипломатии. Параграф 4. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. После успешного решения проблемы о пересмотре режима Черного моря главнейшим для русской дипломатии становится вопрос о Балканском полуострове. Влияние там России было традиционно покровительственным по отношению к коренному славянскому населению христианского вероисповедания, находившемуся уже не одну сотню лет под игом Османской империи и рассматривающему Россию как свою защитницу. Разумеется, что присутствие на Балканах неизмеримо увеличивало бы роль России на юге Европы и в зоне Средиземноморских проливов. Подталкиваемая российским общественным мнением и надеждой балканских славян на русскую помощь, правительство 12 апреля 1877 года объявило войну Турции. Военные действия развернулись на Балканском полуострове и в Закавказье, и везде русским войскам сопутствовал успех. Ценой невероятных усилий при всеобъемлющей поддержке местного населения были заняты Тырнова, Плевна, Шибкинский перевал. Последний позволил русской армии не только сдержать турецкую армию, но и развить успех вплоть до овладения предмести Стамбула Сан-Стефану. Но, боясь международных осложнений, русское командование не решилось перенести действия на турецкую территорию. На Кавказском фронте действия русских войск тоже были успешными. В мае 1877 года были взяты крепости Ардаган, Баязет, в конце августа, Сухуми. Абхазия была очищена от войск неприятеля. Осенью, после длительной подготовки, штурмом взят Карс, превосходная крепость в Закавказье. Запросившие мира турецкое правительство готово было выполнить любые условия. Оно согласилось предоставить Румынии, Сербии, Черногории независимость. Ранее они имели автономию. Босния и Герцеговина провозглашались автономными. За потери в войне России выплачивалась контрибуция. Но военные и дипломатические успехи России встревожили западные державы, потребовавшие пересмотреть условия договора. На Берлинском конгрессе в 1878 году германский канцлер Бисмарк, к тому времени взявший курс на союз с Австро-Венгрией, способствовал дипломатическому поражению России. Территория автономного болгарского государства была уменьшена втрое. Австрия оккупировала Боснию и Герцеговину, Англия в качестве компенсации за неучастие в войне захватила Кипр. Германия расширяла влияние в Болгарии через воцарение там Фердинанда Кобургского, а Россия его теряла. В судьбах южнославянских народов война имела огромное значение. Они были освобождены от многовекового турецкого ига. Для России последствия этой войны были неоднозначны. Военные успехи и приобретения восстановили престиж России и способствовали вытеснению воспоминаний о крымском поражении и его последствиях. Но война потребовала огромного напряжения сил. Она стоила свыше миллиарда рублей. Министр финансов Рей Терн вышел в отставку, признав полное поражение своей финансовой политике, рассчитанной на продолжение курса реформ. Параграф пятый. Изменение позиций Российской империи в Европе. После Берлинского конгресса стало ясно, что проводящая имперскую политику Германия старается использовать Россию в своих интересах, направленных против Франции. Чтобы противостоять Германии на европейском континенте, Россия вынуждена была менять свою союзническую ориентацию в пользу Франции. А с повышением в Германии таможенных тарифов на сельскохозяйственные российские товары отношения совсем ухудшились. Известно, что Германия была вторым после Англии импортером русского хлеба. Таким образом, российские экспортеры теряли часть дохода. Началась так называемая таможенная война России и Германии. В свою очередь в России повысились тарифы на вывозимые из Германии промышленные товары, что привело к сокращению объемов германской торговли. Следующим шагом германских властей стало закрытие берлинских банков для русских предпринимателей, что означало прекращение кредитования. Тугой финансовый узел помогла развязать Франция. В 1888-1889 годах на Парижской бирже была проведена конверсия русского государственного долга, и с этого времени французский капитал стал главным кредитором России. Еще один фактор сыграл важную роль в сближении России и Франции. В 1887 году едва не вспыхнула война между Германией и Францией, чего очень хотелось Бисмарку. Александр III буквально спас неготовую к этой войне Францию, обратившись с личным посланием германскому императору Вильгельму I, в котором потребовал прекращение подготовки к войне. Но мир в Европе удалось удержать только с помощью заключения русско-французского договора о союзе в 1893 году. Обе стороны в статьях договора обязывались помогать всеми силами друг другу в случае нападения на одну из держав. Ускорению его подписания способствовал заключенный в 1891 году, но секретно существовавший еще с 1882 года, тройственный австро-германо-итальянский союз, направленный против России и Франции. Таким образом, в 90-е годы XIX века начался новый этап в международных отношениях, характеризующийся противостоянием военно-политических блоков государств, призванный сохранить баланс сил в Европе на ближайшее время, но не гарантирующий мир в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...